На прямой связи со студией доктор политических наук Татьяна Викторовна Полоскова. Татьяна Викторовна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Как по-вашему, смогут ли осознать все-таки в Армении, что долгосрочный мир первостепенно в интересах самой страны и укрепление связи с Францией будет лишь во вред самим армянам? Вы знаете, я бы хотела сначала немножко разъяснить армянским товарищам, проживающим на территории Армении, хоть они себя и любят называть французами, когда со мной армяне учились в дипохадзиме, они говорили, что мы вообще французы. Я немножко хочу им про французов рассказать, потому что я больше знаю. Ну, начнем с того, что является официальным символом Франции. Официальным символом Франции является петух. Как известно, петух – это существо, которое настроено всегда боевито считать, что оно в состоянии вообще покорить весь курятник, но далеко не всегда реально расценивает свой потенциал. Поэтому вот эти, знаете, прыжки французского петуха по армянской территории, к ним, конечно, надо относиться настороженно. И Азербайджан совершенно правильно среагировал. А с другой стороны, ну, они не так опасны, как они хотят это изобразить. Второй момент. Я, как бывший бюрократ, очень внимательно изучила, что такое жандармерия французская. И я выяснила, что структура, в которой относится господин Майер, она имеет двойное подчинение. А вот с этого места уже поподробнее. Что такое двойное подчинение? Двойное подчинение – это когда структура относится к двум разным ведомствам. Так вот, жандармерия относится как к Министерству обороны Франции, так и, собственно говоря, к Министерству внутренних дел. Поэтому визит господина Майера, как представителя двух разных структур, а что такое Министерство обороны Франции, понятно, почему-то в гуманитарную миссию, которая никакого отношения не имеет к Министерству обороны вообще, как, собственно, к Министерству внутренних дел. Это на сленге разведки означает, что он их спалил. Грубо говоря, этим визитом господин Майер показал, что среди этой структуры далеко не все занимаются заявленной функцией, то есть изучают ситуацию, а люди занимаются, в общем-то, разведдеятельностью. Поэтому я не знаю, для чего это господин Майер сделал, или показать свою неимоверную крутизну, что ему все равно, либо, ну, для чего, непонятно. Но сейчас уже, в общем-то, по идее, можно вполне законно ставить вопрос о том, кто эти люди и что они там делают. И третий момент. Я бы на месте армян не особо радовалась вот такому, знаете, вниманию голландных французских мужчин. Я вот тут внимательно сейчас изучила, изучаю деятельность Франции на территории бывших колоний. Мы тут создали с коллегами и будем расширять эту организацию, проектную группу по изучению преступлений французского колониализма. И вот меня особенно заинтересовала Кения. Я вспомнила, как, попросите, Гвинея, не Кения, Гвинея. Я вот вспомнила, как армяне, убегая из Карабаха, несли на себе все, начиная от унитазов и кончая ежиками для чистки туалет. Так это они у французов научились. Потому что если британцы, строя дороги, здания, школы, в той же Замбии, уйдя, они все это оставили. Я все это видела, когда там бывало. Господа французы, уходя из Гвинеи, разрушили, разбомбили все, что они сделали. Сказали, это наше, хотим бомбим, хотим оставлять. Так вот, я думаю, что такая же участь постигнет и Армению. В данной ситуации, во-первых, уже вполне легально и вполне законно. Можно поднимать вопрос, а что вообще этот товарищ там делал? Это первое. Второе, что он делал на границе, на условной границе Азербайджана и Армении. И третий момент, я думаю, что пора создавать международную мониторинговую группу, по мониторингу за вот этой группой Евросоюза, осуществляющей мониторинг. Потому что я считаю, что это уже просто любезообразно. Это выходит за все рамки. Ну, Азербайджан, Татьяна Викторовна, который продолжает и будет продолжать свою мирную повестку в регионе, не первый раз сталкивается вот с такими внешними вмешательствами во внутренние дела региона, причем со странами вообще Запада, которые никак не имеют отношения к региону. Для чего же вот Пятая Республика, вот такая дестабильная ситуация на Южном Кавкаде? Почему они не могут принять вот сильный Азербайджан? Понимаете, я думаю, что здесь несколько нюансов. Первый нюанс заключается в том, что, ну, Франция, как любое государство, французские аппараты, французская внешняя деятельность осуществляют бюджетные средства. Значит, видимо, кто-то умело пролоббировал выделение денег на активизацию присутствия на Южном Кавказе. Потому что все эти поездки, все эти встречи, дальше еще пресса начнется, если уже не началась, но и все не бесплатно. То есть это просто, ну, так сказать, элементарная возможность получить какие-то деньги на активизацию бюджета. Я вот с некоторых пор всегда начинаю с финансовой части. Второй момент, ну, естественно, народу французскому, это и в общественности мировой, это объясняется как то, что Франция, как великая страна, вот так вот у них есть такое мнение, от петуха опять-таки пошло, вот как великая страна, она имеет право, это ее регион, вот без них там никак. Ну, это, знаете, это полтовня, это просто для наивных людей. А третий момент, ну, армянская логика тоже работает. Я вот сейчас смотрю, вот на самом деле, наблюдаю, когда люди в разных странах абсолютно далекие от насущных армянских проблем, которых в другие моменты интересуют в жизни и в деятельности, вдруг начинают активно впрягаться вот в эту армянскую историю. Тоже пошел бюджет. Поэтому я думаю, что Франция будет что-то доиграть. Потому что реально они что-то поменяют, вот шишек они себе набьют, а подобным поведением они привлекли внимание к самим себе. Ну, последние годы кто понимал, что они наворотили вообще в той же Африке? Да никто про это не писал, кроме русского округа специалистов. А сейчас же все это будет выбрасываться. Следующее, вполне возможно, то, что эти страны потребуют каких-то возмещений. Всяком случае, на Кубе, например, кубинцы у испанцев, которые, кстати, кормили их в условиях блокад, когда мы тут туда ушли, что позорно ушли в 90-м году с Кубы, бросив этих людей. А испанцы им помогали. И то кубинцы сказали, что господа, давайте-ка нам репарации, давайте нам деньги за то, что вы вот настолько времени грабили, чтобы им встретили испанцы. Имейте совесть, вы наши внуки. Но я думаю, что с Африкой такой номер не пройдет. Поэтому, ну, хотят они проблем. Ну, пускай. Это их проблема. И, во всяком случае, я думаю, что в мире у разных более серьезных государств, конечно, вызывают смех вот эти прыжки господина Макрона. Потому что, ну, прыгать-то надо с размерами. Вот и все. Здесь ряд таких вот нюансов. Французам сейчас не до этого. Я довольно плотно работаю на газсанкции с Ормонной. Я могу сказать, что им просто не до этого. Им уж совсем не до Южного Кавказа. Там тоже ситуация довольно сложная. Поэтому посмотрим. Спасибо, Татьяна Викторовна. Спасибо за подключение, за ваши комментарии. На прямой связи со студией была доктор политических наук Татьяна Полоскова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.